Экс-президент Пётр Порошенко в попытке подколоть нынешнего президента Зеленского обвинил последнего в недостаточном прогрессе по пути вступления в НАТО. Сделал он данное заявление во Львове на одном из мероприятий его партии. Порошенко отметил, что Украина намного быстрее приближалась к НАТО, когда именно он был лидером страны. По его мнению, приход Зеленского к власти замедлил европейскую интеграцию Украины. «Господин Зеленский, остался ещё месяц. Украина в НАТО. И ваше место на саммите НАТО. Кто стучит, тому откроется. Это экзамен для вас», – сказал Порошенко. По словам бывшего президента, Зеленскому пора прекратить снимать видосы и заняться, наконец-то, реформами в стране, которые помогут вступить в НАТО. «Я глубоко убеждён, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы необходимы для окончательного вступления Украины в НАТО и Европейский союз. И наоборот, если этого не произойдёт, двери НАТО для Украины будут закрыты», – заявил пятый президент во время своего визита во Львов. Также Порошенко встретился с выпускниками Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут. «Он поздравил их с Днём Европы и отметил, что новое поколение офицеров Вооружённых Сил Украины гарантирует необходимость европейской и евроатлантической интеграции государства. Мы создали и восстановили Вооружённые Силы Украины. Честь и уважение к украинскому солдату сегодня безусловны в обществе. «Престиж военной профессии высок. Хочу подчеркнуть, что необратимость реформ, необратимость нашего движения в сторону Европейского Союза, необратимость нашего движения в сторону НАТО обеспечены вами, теми, кто уже учится в новое время, теми, у кого есть большой опыт», – убеждён экс-президент Украины. «Мне приятно, что я как пятый президент и как верховный главнокомандующий лично подписал указы о награждении старших офицеров этой средней школы, и я лично наградил некоторых из них орденами за мужество и Богдана Хмельницкого», – вспомнил Порошенко. Также он вспомнил выпускника 2010 года Дмитрия Захватихату, получившего орден за мужество третьей степени, героически обеспечившего отход отряда Дебальцева, и благодаря ему все вернулись домой живыми. «Крутя нам есть чем гордиться. Подчеркиваем, что Украина продолжает свой необратимый марш в сторону НАТО. Как глава Европейской солидарности и как представитель нашей команды, я хочу, чтобы Украина стала членом НАТО, а вы – могущественными защитниками своей родины, восточного фланга НАТО, альянса, гарантирующего суверенитет в территориальную целостность и независимость нашей страны», – подчеркнул лидер партии ЕС.